Крайне плохо я оцениваю работу оппозиции в этом году. Вы понимаете, дело не в количестве проведенных митингов, а дело к тому, к чему вы хотите прийти в итоге. У меня такое ощущение, что наша оппозиция сама не знает, что она хочет получить в итоге. Но вышли они на митинг, собрали 100 тысяч рассерженных москвичей, сказали, Путин уходи, Путин уходи. Собрались они раз, два, три, четыре, пять. Ходите центр, пожалуйста, хотите перекрыть Садовое, да пожалуйста, прошлись. Кто ушел? Путин на месте, выборы не отменили. Даже Чуров, глава центра избиркома, и тот сидит на месте. Какая цель оппозиции? Вы понимаете, что на Западе люди собирают митинг, потом устраивают забастовки, потом акции неповиновения. А у нас что оппозиция делает? Если это отчет перед спонсорами и занимание самоличным пиаром, тогда все понятно. Если это просто митинг, вот и шествие ради шествия и митинга, ну и что? Ну проводите их еще 50 лет, ходите, пока у вас там... Они не превратятся в стратегию 31, и там митинги несогласных 300 человек. В чем суть-то? Люди уже перестали понимать, зачем им выходить туда. Они не предлагают дальнейшую повестку. Что дальше? Сколько еще? Будем просто ходить на митинги с одним и тем же. Ну дождемся, что никто не выйдет. Поэтому отрицательно я оцениваю позицию. Ничего они придумать не могут. Это знаете, как вот мне напоминает яблоко. Мы завтра выйдем на митинг, а если они нас не послушают, мы перейдем к жестким действиям. Соберем пресс-конференцию. Ну молодцы, собирайте. Как показала жизненная практика, что одну манежную площадь власть слушает больше, чем всех футболов из Думы, извиняюсь за выражение, за все время.